Друзья, привет! Сегодня у нас выходные, а это значит, что в Праге проходят очередные мероприятия. И сегодня у нас и завтра будет день открытых дверей садов. И вот позади меня один из садов, где я никогда не был, и сегодня решил вам показать, да и сам посмотреть. Находится это место недалеко от Пражского града и недалеко от Сената. Сейчас пройдем и увидим, что же там интересного находится. Называются эти сады Фюрстенбергска Заграда, если вы видите. Вход 50 крон, ну и тут расписание. Сейчас посмотрим. Погодка сегодня не самая лучшая. Постоянно крапает небольшой дождик, и вот впереди я вижу, люди стоят перед входом. Или же там закрыты, или же еще что-то. Сейчас подойду и посмотрю. А рядом за забором посольства Польши, и вот такие вот замечательные скульптуры. Наверху Пражский град. Обратите внимание, перед вами картинка того сада, куда я сейчас иду. И здесь рассказывается о том, что недавно была проведена реконструкция, и описание каждой из частей этого парка. Надеюсь, все-таки нас туда пустят, и мы его увидим. Заплатил я за вход 50 крон, такой дали синий билетик, карточку с описанием того, где я буду находиться. Дождь усиливается, но сейчас постараюсь где-то скрыться, да и у меня есть зонтик. Ну и сейчас пройдем, посмотрим на всю эту красоту. Выходит данный парк как раз к старым замковым лестницам, или же к Пражскому граду, где вы все уже гуляли сотни раз. Ну а сейчас прогуляемся с вами по этому чудесному парку. Ну а погодка, погодка, какая разница. Главное, что Прага прекрасна в любую погоду. Что интересно по поводу этого сада. Его протяженность полтора гектара. Располагается он на территории шириной в 130 метров, и здесь находится 10 террас, которые мы с вами все посетим. И высота самой высокой террасы это 35 метров. То есть мы с вами поднимемся на 35 метров, ну и как раз посмотрим на всю эту красоту. Плюс уже ближе к старым замковым лестницам там находятся виноградники 15-16 столетия. И я думаю самое красивое, что здесь есть, кроме конечно же цветов, это виды на территорию малой страны. Сейчас все это с вами увидим. Уже цветут у нас розочки, повсюду поют птички, то есть просто красота. Какие ароматы вы себе даже не представляете. Сегодня, несмотря на то, что дождливая погода, достаточно много людей в центре, потому что, наверное, людям уже надоело сидеть на карантине. Красивый вид на посольство Польши прямо перед вами. И чем выше, тем виды будут краше. И вот посмотрите, куда по этим лестничкам можно подняться. Аж вон туда к тому павильону, а там уже старые замковые лестницы находятся. Ну и Пражский град. Сейчас мы как раз будем подниматься, смотреть на всю эту красоту и любоваться видами Праги. Опять же, в дождливую погоду иногда Прага даже приобретает более красивый вид, чем в солнечную погоду. Поднимаемся на каждой террасе. Красивые цветочки. Есть места, где можно остановиться, подумать, посмотреть на красавицу Прагу. Даже, я так понимаю, здесь есть оранжереи вот с левой и с правой стороны, где в зимнее время прячут цветы. Поднимаемся выше. На самом деле, в этих оранжереях никакие не цветы, а это такие вип-залы, наверное, для красивого размещения. Посмотрите, два стула таких одиноких, пыль. Ну, давно здесь никого не было, но тем не менее, скорее всего, виды просто потрясающие. Я не поднялся на самую высоту, но все равно посмотрите, какие уже виды. Особенно с правой стороны на малую страну. Просто шикарнейшие виды. Красивые лавочки с шикарнейшим видом. Повсюду цветочки, просто супер. А наверху, если вы видите, уже цветут виноградники. И вот сидите здесь, представьте себе на лавочке и смотрите на эту красоту. Супер. Не знаю, или камера передает все цвета, всю прелесть Праги, но когда я нахожусь здесь, это просто супер и бомба. Также здесь есть небольшой фонтанчик, которые на данный момент не работают. Скорее всего, находится до сих пор на реставрации. Ну, а так, здесь, конечно же, есть люди. Вот, обратите внимание, пара. Он внизу фотографируется, еще с детьми даже ходят. То есть, сюда люди приходят. Буквально 10 минут, и я уже нахожусь практически на самом верху, недалеко от павильона, где находится кафе. Ну, а отсюда открываются просто обалденные виды. Посмотрите. Сейчас лучше вам покажу. Вот так вот здесь прекрасно. Видите? Снизу вверх можно подняться, ну, с остановками 15-20 минут. И вот тут как раз открываются вот такие вот шикарнейшие виды. И вот я уже нахожусь на высоте павильона, 35 метров. Здесь же кафе, ну, и вот такой красивый вид. И сейчас покажу, если отсюда выйти, куда вы попадете. И вот если здесь выйти, вы попадете непосредственно вот сюда. Это, я думаю, улочку все знаете. Это спускается отсюда, с Пражского града вниз. Мы сейчас с вами были в одном из садов, который находится под стенами Пражского града. И сейчас перейдем в другой. Он находится недалеко отсюда, 100 метров. И посмотрим на ту красоту, которая скрыта за барьерами. Барьерами, которые отделяют нас от этого сада. Так что сейчас туда пройдем и увидимся. Я дошел до второго парка или сада, который находится под стенами Пражского града. Ориентировочно я хотел сюда попасть, но попал сначала в тот, который был перед этим. Фурстыгардская заграда. А теперь как раз вот то место, куда я изначально шел. Опять же вход 120 крон, но увидим всю эту красоту. И вот так вот красиво это все выглядит. Впереди где-то должна быть покладно или же касса, где надо оплатить билет и пройти на территорию этого шикарного места. Какая тут красота вокруг. Сад разделен на несколько зон. Вот перед нами это Калавратский сад. Там дальше Малый Фюрстенбергский сад. Это вот где мы с вами были, но только там красивая такая беседка, с которой мы увидим этот сад. Ну и также вверх как раз красивая дорожка с красивыми видами. Все это сейчас с вами пройдем и посмотрим. И посмотрите на эту красоту, на эти аркады, беседки. Сейчас как раз это актуально, потому что повсюду дождь и здесь можно хоть укрыться от дождя. Вот так вот это все выглядит у нас. Сады. И ууууу, сколько идти наверх. Мы все равно пройдемся, посмотрим. Посмотрите, сколько здесь ступеней. Повсюду розы, розарии. Просто шик. Я поднялся. Тяжело, много ступеней. Но зато красиво. Сейчас вам покажу. Можно посидеть Вот здесь под колоннадами И полюбоваться Вот этой красотой Можно подняться еще выше Вон туда Туда сейчас и пройду Ну и повсюду люди Здесь все-таки более людно Чем перед тем садом Которым мы были Вот это красота Или же есть красивое такое выражение Лепота Посмотрите Ю-ху-ху Вот она И можно подняться еще Вон туда, на ту башенку Вот теперь точно мы посетили Все сады, которые было возможно посетить Под стенами Пражского Града Вы увидели всю эту красоту И я надеюсь Вы были приятно удивлены Потому что всегда считается Что за Пражским Градом Жизни нет На самом деле Под ним всегда скрывается красота Парки, виноградники Скульптуры Массу всего Поэтому гуляйте Наслаждайтесь видами Праги Наслаждайтесь небольшими закоулочками Всегда будет что-то интересное Спасибо, что вы сегодня со мной были Я сегодня погулял В эту дождливую погоду Даже дождя не заметил Потому что вокруг такая красота Подписывайтесь Скоро у нас должно быть уже полторы тысячи А потом у нас должно быть две тысячи Пишите ваши комментарии Знаете ли вы что-то об этих парках? Были ли вы здесь? И вообще, как вы относитесь к садовому искусству? Ну и ставьте ваши лайки Это помогает мне понять, что вам нравится видео И помогает продвижению Спасибо и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok